Здравствуйте! Это библейский портал exoget.ru Цикл лекций. Введение в Священное Писание Нового Завета. Тема лекции. Богодухновенность Библии согласна новозаветным авторам. Авторы Священного Писания Нового Завета говорят о том, что ветхозаветная часть Библии является богодухновенной. И поскольку откровение Нового Завета не ниже, а даже в чем-то превосходит откровение Завета Ветхого, то, конечно же, в Церкви то понятие, то определение, которое дали авторы Нового Завета относительно богодухновенности Ветхого Завета, было впоследствии распространено и на Завет Новый. В связи с этим представляет интерес посмотреть, как они, апостолы, понимали богодухновенность ветхозаветной части Библии. Святой апостол Павел начинает послание к евреям следующими словами. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Итак, в этих словах апостол Павел сопоставляет откровение Ветхое и откровение Новое, которое уже через Сына. А вот Ветхое через пророков. Кого же называли пророками авторы Священного Писания Нового Завета? Нам следует обратиться к употреблению слов, аналогичных слову «пророк» в русском языке, древнееврейского и древнегреческого, в литературе как первого тысячелетия до Рождества Христова, так и периода первого века по Рождестве Христом, ранней церкви. Мы сегодня, когда говорим «пророк», то, как правило, этот термин в современном русском и литературном языке означает «предсказатель будущего». Пророчествовать значит «предсказывать». Но не таково было значение аналогичных терминов, а лучше сказать тех терминов, которые и были переведены на церковнославянский и русский язык словом «пророк» в древнееврейском и в древнегреческом языке. В древнееврейском языке основной термин для этого понятия – «нави». Однако, как мы сейчас увидим, под пророком «нави» понимался человек не только, который предсказывает будущее, понимался человек, который возвещает волю Божию и о прошлом, и о настоящем, и о будущем. Святой пророк Моисей, который написал в Пятикнижье, говорит следующим образом о некоем пророке, подобном ему. Это книга Второзакония, 18 глава, 15 стих. «Пророка, нави, и среды тебя из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте». Получается, что сам Моисей мыслил себя именно пророком. Однако в Пятикнижье совсем немного содержится предсказаний о будущем. Одно из них мы только что прочитали, и христианская церковь понимает это именно как предсказание о пришествии Христа Мессии. Немалая часть Пятикнижья является возвещением воли Божией через Моисея относительно прошлого, относительно того, как был создан человек, как произошло грехопадение, возвещение воли Божией относительно того, чем была история патриархов. То есть это некая оценка человеческой истории с божественной точки зрения. И, конечно же, большая часть Пятикнижья – это возвещение воли Божией о настоящем. Целая система законодательства, которая дана Богом через Моисея и еврейскому народу. То, как жить евреям здесь и сейчас. Получается, что в самом Пятикнижье предсказанием отводится совсем небольшая часть текстов. К периоду жизни и деятельности Господа Иисуса Христа в еврейском народе сформировалась следующая терминология. Под пророками могли называть вообще всех авторов Священного Писания Ветхого Завета. Но иногда особо выделяли Пятикнижье Моисеева, Тару, и тогда говорили закон и пророки. Что мы с вами видим из слов святого апостола Павла на суде в Кесарии. Когда он говорит, что он верует всему, написанному в законе и пророках. Книга Деяний, 24 глава, 14 стих. Но иногда давалось и более подробное разбиение. Выделяли закон, Тару, книгу Псалтырь, как наиболее употребительную и при общественном, и при частном богослужении, молитве. И остальная часть Ветхого Завета как раз пророки. Это мы видим из слов самого Господа Иисуса Христа, сказанных его ученикам апостолом. «И сказал им, вот, то, о чем я вам говорил, еще бы с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к разумению Писаний». Евангелие от Луки, 24 глава, 44 и 45 стихи. Получается, что когда авторы Священного Писания Нового Завета будут говорить о пророках или о пророческом слове, они под этим термином будут понимать Священное Писание Ветхого Завета. Как же они формулируют благодухновенность? Какие отличительные черты усматривают в этом свойстве Ветхозаветных Писаний? Вначале рассмотрим мысли святого апостола Петра в его втором послании. Вначале он как раз указывает на Ветхозаветную часть Библии, используя термин «пророческое слово». «И притон мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Второе послание Петра, 1 глава, 19 стих. О чем здесь говорит апостол Петр? О том, что когда по вечерам в ту эпоху люди выходили из дома, улицы были плохо освещены и очень часто приходилось брать с собой светильнички и идти с такими светильничками, дабы не споткнуться, не упасть, не разбиться, а может быть даже и разбиться насмерть. Для нас сейчас этот образ малопонятен. Мы, когда выходим из дома, как правило, попадаем на какую-то улицу, иногда очень оживленную. Если мы с собой возьмем фонарик и будем себе светить, в то время как светят яркие фонари, или включим светодиод у мобильного телефона, это вызовет недоумение даже насмешки окружающих нас людей. Но именно так поступали в древности. И вот чтобы не споткнуться, не упасть, увидеть путь, нужно было зажечь светильничек, а христианину нужно было читать священное писание Ветхого Завета, потому что божественное откровение Завета Нового в момент написания апостолом Петром послания преимущественно передавалось еще устным образом. Таким образом, читая священное писание, мы видим путь, мы не спотыкаемся, мы видим те опасности, которые есть на нашем жизненном пути. Сказав это, апостол Петр продолжает и уже говорит о богодухновенности Ветхого Завета. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Второе послание Петра, 1 глава, 21 стих. В этих словах апостола можно выделить три основные мысли. Первая мысль. Пророчество произносится не по человеческому желанию, а по Божьему произволению. Получается, что инициатором божественного откровения является сам Бог. Если человек очень даже хочет возвестить волю Божию о прошлом, настоящем или будущем, но нет на то Божьего соизволения, никогда пророчество не будет произнесено. Второе. Изрекали это пророчество святые божьи люди. Для нас сегодня термины «святой» и «божий человек» являются во многом синонимами. Но не так это было в первом веке по Рождестве Христовым. Мы когда сейчас говорим «святой», для нас этот термин означает «праведный» или более того «праведный человек», который даже признан церковью праведным. Его имя внесено в святцы, мы его поминаем, обращаемся к нему на богослужение и так далее. Но апостол Петр использует здесь термин «святой» в ветхозаветном смысле. Для евреев святость была отделением от внешнего, от скверного, от языческих народов и их цивилизаций, их культуры. Поэтому святой – тот, который находится в пределах именно ветхозаветной церкви, в русле ветхозаветной богословской традиции. И вот как раз отсутствие традиции, которая заключается и в определенном вероучении, и в определенной терминологии, конечно же, было препятствием к тому, чтобы пророчества возвещались вне народа израильского. Итак, «святой» в данном случае – тот, который в русле церковной и богословской традиции. А вот «божий человек» здесь как раз указание на праведника. То, что этим выражением обозначались праведники, мы с вами видим из священного писания Ветхого Завета. Так названы сам Моисей в книгах Второзакония и Первой Пролипоменом, пророк, обличивший первосвященника Илья в Первой Книге Царств, Самуил в той же книге, пророк, пришедший в Вифиль к Иеравааму, возвестивший Слово Господне, поразивший Иеравама параличом руки и разрушивший словом ложный жертвенник – Третья Книга Царств, Илья – та же книга и Четвертая Книга Царств, Елисей – Четвертая Книга Царств и ряд других лиц. В Новозавете мы тоже встречаем употребление этого выражения в смысле праведник. Апостол Павел в посланиях дважды использует это выражение. «Как по отношению к Тимофею, ты же человек Божий, преуспевая в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости», пишет он в Первом Послании, 6 глава, 11 стих, «так и говоря о праведниках в целом, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Второе послание к Тимофею, 3 глава, 17 стих. Таким образом, Божественная Весть не только открывается по воле Божьей, но и тем людям, которые находятся в рамках церковной богословской традиции и ведут лично праведный образ жизни. Третья мысль. То, как происходит Божественное Откровение, тоже это не случайно. Оно происходит под водительством Святого Духа, будучи движимы Духом Святым. И, конечно, вот это водительство Святого Духа предполагает, что Бог своей благодатью, а именно благодать Божия, здесь должна быть понимаема под выражением Святой Дух, благодатью Божию, и направляет человека естественные человеческие способности и ограждает от того, чтобы человек допустил ошибки. Именно такой смысл содержится у апостола Петра. А апостол Павел говорит уже о Священном Писании Ветхого Завета и использует тот самый термин греческого языка, который мы с вами и переводим как «богодухновенность». По-гречески «богодухновенность» – «сеопнефстия» апостол Павел использует прилагательное «сеопнестоз» – «богодухновенный» по отношению к Священному Писанию. «Все Писание богодухновенно» – «сеопнестоз» и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Второе послание к Тимофею, 3 глава, 16 стих. Как и для апостола Петра, для святого Павла, чтение Ветхозаветного Писания – непременное условие спасения. «Священные Писания могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса» – второе послание к Тимофею, 3 глава, 15 стих. Очень интересно, что для апостола Павла содержание божественной вести, которая открыта в Новом Завете, не менее важно, даже в чем-то более важно, чем весть Завета Ветхого. Поэтому представление о Богодухновенности Ветхого Завета справедливо может быть перенесено и на Новозаветное Откровение. Вот что он пишет в послании к евреям в 12 главе с 18 по 25 стихи. «Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, иметь в виду гора Синай, в момент, когда Бог возвещал десять заповедей, не к отьме и мураку и буре, не к трубному звуку и глазу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово, ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было. Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судей всех Богу, и к духам праведников, достигшие совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови крапления, говорящие лучше, нежели Авелева. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес. Получается, что авторы священно-описания Нового Завета, говоря об удухновенности Завета Ветхого, при этом уже предполагали, что и Новозаветное Откровение будет характеризоваться теми чертами, на которые они указали, и которые мы только что рассмотрели. Но, конечно же, в христианской церкви постепенно выработалось подробное и основательное учение о боговедухновенности священного писания Нового Завета, которое и будет рассмотрено в следующих лекциях. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok